Всем привет! Сегодня в ремонте отбойный латок компании Девольт, модель D25901. Не включается. Вскроем. Неизвестно будут ли на него запчасти или нет, потому как из недавних сообщений в Твиттере компания Стэнли Блэкендейкер заявила, что уходит из России. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... 2009 год выпуска. Здесь всего-навсего отводился провод. Сейчас попробуем надеть и проверить. Заблудил провода, подключил, включаю. Звук не очень приятный, поэтому будем разбирать дальше. Продолжение следует... 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 наверное для удобства отсоединю ствол от двигателя кстати нет винта одного болта это говорит о том в инструкции я нашел что болты были затянуты неравномерно без динамометрического ключа поэтому какой-то один ушел они остальные как-то слабенько закручены и и и и и и и Продолжение следует... 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 А теперь самое сложное. Вот здесь у нас подшипник, видите, болтается шестерня, надо поменять внутри подшипник, чтобы снять эту шестерню, она сюда прикручена, между вот этим кривошипом, у нас когда-то была такая модель, и там мы не смогли это сделать, прикручено было просто намертво, выпрессовал ротор, и смотрите, какая у него выработка. Это уже всё, его надо менять. Видимо, скорее всего, я думаю, что были бы нормальные подшипники и менялись вовремя. Он бы, может, ещё и походил, да? Это из-за люфтов, когда я съела. Сама шестерня, в принципе, ответная, ещё посмотреть. Тоже есть небольшой, но не такой как-то. Ну что, кое-как с трудом открутили и извлекли. Вот эти два подшипника пока ещё там остались, три точнее. Вот он кривошип и его шестерня. Вот так оно закручивается, резьба здесь обычная, правая. А это шестерня. Внутри находятся два подшипника и между подшипниками две шайбы, а не одна в одной, внутри этой шестерни. Шестерня тут цельная, двойная. Теперь давайте посмотрим цилиндр, что у нас внутри. Какая-то пластиковая прокладка. Вот такая вот штука. Далее пружина. Вот такая пружина. Спереди, снизу, ещё кольцо выпало. Здесь оно из двух частей состоит. Внутри, снизу, ещё кольцо выпало. Уменьшить тиск. Внутри, снизу, кольцо выпало. О, шу-кольцо выпало. и внутри находится вот такой грузик это система защиты от вибрации и сам цилиндр бойком сам цилиндр вот такого черного цвета почему-то баек внутри заходит в него не до конца и так же не выходит обратно может так и надо хотя нет по инструкции он должен заходить с этой стороны зашел здесь внутри резиночка внутри самого цилиндра тут резинка и сверху резинка легкий корпус пластиковый и корпус обменяем с этим разобрались переходим к стволу для того чтобы разобрать ствол тоже существует удовольствие специнструмента которого как всегда у нас нет вот так кувалка безубиво сейчас попробуем сначала пачок здесь колечко ступана прилетело колечко колечко изношено запоминать еще в таком порядке запчастей немало дальше будет шайба после шайбы еще одна шайба резиновая после резиновой колпачок грязно далее еще одна шайба не жалели на ней какие-то вмятины то ли это специально так должно быть то ли выработка такая непонятно скорее всего это вмятины от держателей плова далее идет вот такая металлическая здоровая шайба потом пружина так идем дальше и пытаемся вот это вот все очистить здесь что-то у нас освободилось далее у нас держатели ствола как я понимаю это вот износ по краю после них шайба с какими-то вмятинами пластиковая твердая такая пружина конусная потом идет какая-то непонятная белая шайба как ее вытащить извлекли ну на первый взгляд когда разбираешь кажется что слишком сильно все усложнено пружина странного вида тут что-то сломано вообще треснут трещина здесь тоже вон дыра протерта уже в пластике металлическая шайба была впаяна это как одна запчасть идет что здесь еще от нее запчасти ну и здесь тоже вот на этой части я так понимаю это все износ оно друг от друга неизвестно там должно крутиться так должен быть люфт или нет предполагаю что здесь очень большой износ внутри еще резинка ну и вот такой ствол стволе внутри сальник сальник кстати можно и отдельно приобрести по схеме ствол еще нормальный да даже вот люфта нету ну это минимальный это нормально и вот такой система боючка impact болт здесь вроде бы все нормально нормально так он собирается и точнее не тут сначала вот эту вот так это все сборы сборы короче сейчас считаю охреневаю от цены и говорю клиенту потом он охреневает потом клиент нервно пьет таблетки еще неизвестно вообще будут ли запчасти нам нужно все подшипники ротор новый вот эту штуку развалили резиночки по минимуму резинок немного а вот эту штуку и болт еще один новые щетки и смазка смазку сюда есть оригинальную фигачку космических денег стоит